МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24. В студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Поиски продолжаются. В Сарове пропал Вячеслав Леник. Предприниматель года. В ЦПП выберут лучших бизнесменов города. Художники Сарова-2020. В художественной галерее открылась новая выставка. В Сарове пропал человек. 9 сентября домой не вернулся Вячеслав Леник. Пенсионер отправился на пробежку. После его никто не видел. В поисках задействованы более сотни людей. Одни прочесывают лесной массив, другие осматривают улицы города. О том, как проходит поисково-спасательная операция, смотрите в следующем репортаже. Утром 9 сентября ветеран ВНИЭФ, спортсмен Вячеслав Леник, отправился на пробежку. Несмотря на почтенный возраст, а Вячеславу Михайловичу 80 лет, он продолжает заниматься спортом. В прошлом году он участвовал в городских легкоатлетических соревнованиях. С очередной пробежки пенсионер не вернулся. Поисково-спасательная операция идет уже несколько дней. Налево в кроссовках, направо в лес. По пятеркам их разбиваем, распределяем, устанавливаем всем программное обеспечение. В первую ночь работали только волонтеры и полиция. На следующий день откликнувшихся на призыв о помощи стало больше. К поискам присоединились неравнодушные горожане, сотрудники ядерного центра, управление МЧС, полиция, отряд спецназа Саровской дивизии. Сейчас работают уже группы в лесу. Сейчас идем, закрываем сплошным прочесом квадраты. То есть, все полностью. Лесной массив, все тропки от дороги на протяжку до ключей серебряных. С каждым днем людей, желающих помочь, становится все больше. С самого утра к дому номер 2 по улице Силкина подходили мужчины и женщины разного возраста, чтобы отправиться на поиски. Единственный минус приходят люди неэкипированные в кроссовках, в тапочках. Их послать в лес нельзя, но стараемся найти задачи городского патрулирования, осмотра. Потому что, возможно, человек перемещается где-нибудь в черте города. Поиском подключились и водолазы из клуба подводной охоты «Тритон». Утром пятницы они обследовали береговую линию и дно пруда Борового. Вячеслав Леник работал в Институте лазерно-физических исследований ядерного центра. Поэтому ВНИЭФ оказывает содействие в его поисках. В первую очередь, это, конечно, люди, которых отпускают с работы для участия в спасательной операции. Кроме того, мы помогаем листовками, которые по городу сейчас расклеивают, и также картами и схемами, которые здесь в работе штаба необходимы и для раздачи старшим групп. Счет идет на минуты. Весь город вместе с родственниками надеются, что Вячеслав Михайлович жив, и ему смогут вовремя оказать помощь. «Уважаемые жители Сарова, может быть, он вышел не со стороны дороги протяжки в город. Обратите внимание, я так понимаю, наверное, сейчас в стрессовом состоянии. Позвоните, сообщите нам». Всем, кто желает принять участие в поисково-спасательной операции, нужно позвонить по телефону, указанному на ориентировке. Одежда у добровольцев должна быть теплой, с яркими элементами. При себе нужно иметь заряженный телефон, фонарик. Елена Грецкова, Евгений Шевцова, Александр Мальков, служба новостей, Саров, 24. 13 сентября в Сараю пройдут выборы депутатов городской думы 7-го созыва, которые во многом определяют, как будет развиваться наш город в ближайшие 5 лет. Нужно ли идти на выборы и для чего? С этим вопросом мы обратились к горожанам. «Кочему пойдете голосовать?» «Потому что мой голос – это мой выбор, и я сам решаю, что лучше для моего города, а что нет. И поэтому я считаю, что каждый должен сходить и проголосовать. Я за науку и технологии. Я знаю, что среди кандидатов есть достойные люди, которые действительно готовы работать и помогать на благо нашему городу. Мы должны быть активными в жизни. Как же? Наши депутаты должны нам помогать, осуществлять наши планы. Поэтому я считаю, что это очень важно – ходить на выборы. Я уже с депутатом разговаривала, который баллотируется. Если он выйдет, я буду надеяться, что он поможет осуществить мои цели. Но мои и наших соседей в подъезде. Надо выбирать человека, того, который нравится тебе. Который за тебя будет бороться. Вот к нам приходил во двор наш депутат. Мы все свои ему пожелания рассказали. Он будет за нас бороться. Я за него, конечно, буду голосовать. Кто командой идет? В команде всегда лучше работать. Одна голова, хорошо, две лучше. Ну, надо ходить на выборы, чтобы отставить свою гражданскую позицию. И чтобы у нас, так сказать, работали люди, которые, так сказать, ответственны за нашу родину. Многое что сделано. Парк Зернова, как говорится, подверг модернизации. И скверы, так же, я вижу, облагораживаются. Ну, то есть, видно, что для народа стараются общественные места благоустраивать. И, так сказать, пожелание такое, чтобы еще больше места благоустраивались. Чтобы где можно было отдыхать, гулять. Иногородние студенты получат более 60 мест в общежитиях на улице Куйбышева 3 и Куйбышева 21. Об этом сообщает Комитет по управлению муниципальным имуществом. Затем они переедут в еще более комфортные условия, в новое общежитие, которое строит Сарфаты. Кроме того, в сентябре планируется завершить переоборудование общежития по улице Менделева 54 в жилой дом. Все квартиры в котором бесплатно передадут очередникам. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Правительство Нижегородской области приняло решение дополнительно выделить 90 миллионов рублей на строительство школы на улице Зорги. Это обусловлено тем, что подрядчик еще к июню выполнил работы на всю сумму, предусмотренную на 2020 год. А в сентябре закончит освоение дополнительного транша в 40 миллионов рублей. Предоставление новых средств позволит до конца года закрыть контур учреждений и избежать потерь и рисков, связанных с консервацией строительства. В Саровчане могут заявить свой проект на конкурс президентских грантов. Это надо успеть сделать до 15 октября. Еще одно важное условие – в конкурсе могут принять участие только некоммерческие организации. Гранты выделяются на реализацию социальных, культурных, образовательных и других социально значимых некоммерческих проектов. Итоги конкурса подведут в начале следующего года. Проекты победителей в общей сложности профинансируют на 8 миллиардов рублей. В России стартовал конкурс «Народные участковые-2020». Жителям страны предлагают выбрать лучших сотрудников полиции, которые днем и ночью охраняют покой и безопасность сограждан. Своих кандидатов выдвигает каждый город, и наш не стал исключением. В этом году Саров представляет участковый полномоченный майор полиции Юрий Боровков. Первый этап конкурса уже начался. Он проходит в формате онлайн-голосования на официальном сайте Нижегородской полиции. Поддержать понравившегося кандидата можно будет до 20 сентября. Вакцинация от коронавируса станет бесплатной для всех в марте-апреле 2021 года. Об этом сообщил заместитель директора по научной работе Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Денис Лугунов. Также он отметил, что до Нового года будет выпущено менее миллиона доз. По постановлению правительства вакцина будет передаваться в Минздрав. И Минздрав будет определять как регулятор группы риска и вакцинировать людей, которым эта вакцинация необходима. Учителя, наверное, и доктора. Те, кто захотят, подчеркнул эксперт. По его словам, антитела к коронавирусу у привитых добровольцев рабатываются через 42 дня. Он добавил, что человек, сделавший прививку, не заразен. За минувшие сутки в России зафиксировали 5 504 новых случаев заражения. 161 из них в Нижегородской области. В Сарове диагноз COVID-19 поставили новым 11 пациентам. Из тех, кто госпитализирован, 3 человека находятся в тяжелом состоянии. 22 в состоянии средней степени тяжести. Еще один горожанин стал жертвой коронавируса. Этому человеку было 69 лет. Он имел сопутствующую хроническую патологию. В правительстве поддержали законопроект, который позволяет врачам скорой помощи принимать решение об оказании неотложной медпомощи без получения согласия пациента или его представителей. В группах канала 16 в социальных сетях мы спросили горожан, поддерживают ли они эту инициативу. Подавляющее большинство согласны с этим предложением. Отрицательно относятся к этому возможному нововведению 17% респондентов. В Сарове пройдет конкурс среди саровских бизнесменов и самозанятых горожан «Лучший предприниматель года». В этом году изменится формат мероприятия. Никакого экспертного совета не будет. Победители по каждой номинации выберут жители путем интернет-голосования. Призы для лучших предпринимателей тоже необычные. Организаторы обещают разработать рекламные ролики, которые смогут быть использованы для продвижения компании. Те, кто добился успеха в своей сфере, те, кто изо дня в день делает нашу жизнь комфортнее и прекраснее. Лучших предпринимателей Сарова по традиции выберут жители города. На ежегодный конкурс обычно отбирались три претендента на каждую номинацию. В этом году к голосованию допускаются все желающие. Победители будут выбирать из сферы образования, здоровья, общественного питания, среди бьюти-мастеров, начинающих предпринимателей, людей, организаций, которые производят товары и услуги для дома, работают в социальном направлении, обеспечивают информационной поддержкой и рекламой других бизнесменов. Предпринимателю, который желает принять участие в конкурсе, достаточно прислать на наш адрес электронной почты, либо ВКонтакте, либо любым другим способом. Можно принести лично. У нас же двери уже не закрыты, к нам уже можно приходить. Принести заполненную элементарную заявку. Предпринимателю достаточно написать два предложения о своей деятельности. Можно больше, мы не против. Указать свои контактные данные и выбрать номинацию, в которой он хочет участвовать. Это может быть несколько номинаций. На сайте Центра поддержки предпринимательства с 1 по 31 октября саровчане смогут проголосовать и выбрать лучшего в каждой из восьми номинаций. Победители получат рекламный ролик о своей деятельности. В двухминутном видео профессионалы воплотят любую концепцию, которую захочет увидеть предприниматель. В этом году мы решили отказаться от статуэток, которые, наверное, не несут какой-то практической ценности, и дать что-то полезное, что может быть в дальнейшем использовано. А дальше эти материалы рекламные мы сможем транслировать у нас, предприниматель сможет использовать везде, где ему интересно. Вне конкурса наградят меценатов, организации в сфере промышленности, торговли, услуг и тех, кто в период пандемии продолжил работу, смог перестроиться или расширить свой бизнес. Заявку на участие в конкурсе «Лучший предприниматель» можно подать до 27 сентября. Подробную информацию можно узнать на сайте Центра поддержки предпринимательства. Дарья Козина, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей. Саров-24. В городской художественной галерее открылась новая выставка «Художники Сарова-2020», посвященная 75-летию атомной промышленности. В экспозиции представлены работы городских мастеров, живописные полотна, скульптуры, графические работы. На открытии выставки побывала наша съемочная группа. Пейзажи, натюрморты, графика – самые разнообразные техники и жанры изобразительного искусства глазами саровчан. В художественной галерее открылась традиционная экспозиция художники Сарова. Ее приурочили к 75-летию атомной промышленности. В этом году членам комиссии предстояло отобрать из 240 работ 111. Мы стараемся все это вот как-то грамотно так представить, чтобы каждая работа предстала в наиболее выгодном свете, потому что можно, условно говоря, убить картину неправильной развеской, оформлением каким-то таким, неподходящим для конкретной картины. На выставке можно увидеть работы 46 художников. Среди них педагоги и выпускники детской художественной школы и школы искусства, работники в НИЭФ и городских предприятий. Педагог Дыши и Татьяна Рачкова на выставке представила всего одну работу. Я шла, случайно увидела такой необычный, простой, земной сюжет в своем дворе. Я начала писать этот этюд, а на следующий день был ужасный ураган. И вот ничего от того, что я написала, не осталось. Деревья упали, их распилили, увезли. Конечно, это грустно и печально, что уже невозможно увидеть такого места, но вот оно у меня запечатлелось. Художница Александра Маркова-Ерошек, чьи картины также представлены на выставке, увлекаются рисованием с детства. Она пишет в разных техниках. На выставке художница представила шесть работ, написанных в этом году. Больше всего Александра гордится картиной из эксклюзивной коллекции. У меня есть копица, копица серии, над которой я работаю, которая будет называться «Саров мистический». Это вот именно взгляд на наш город. Я родилась в этом городе, чувствую его очень хорошо. Ну, когда-нибудь я доведу ее до ума и, может быть, даже там выставку целую сделаю. Выставка художники Сарова продлится до середины октября. Заказать экскурсию в художественной галерее можно по телефону 702-77, без возрастных ограничений. Ирина Вышекородцева, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей «Саров-24». И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбуке и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин